здравствуйте коллеги с вами максима милиничук автор проекта риэлтор на миллион предлагаю вам посмотреть фрагмент вебинара как риэлтором и агентством недвижимости увеличить продажи во время затишья на рынке полную версию этого вебинара вы сможете скачать перейдя по ссылке которая указана под этим видео приятного просмотра дальше теперь следующий момент знаете ли вы клиентов своих очень важный момент и даже не то что знаете ли вы за что платит клиент вот это очень важный момент потому что потому что мы должны четко понимать за что клиент платит если клиент мы думаем одно а он реалиях платит другое то возможно нам стоит поменять вообще всю картину для клиента это очень серьезно и возможно наш перемены поэтому это очень важный вопрос задайте себе за что платит мой клиент. И лучше, если вы его спросите, проведите анкетирование, проведите опрос, вот продал он квартиру, скажите, пожалуйста, там, Иван Иванович, вот, а что для вас было важно при выборе риэлтора? Вот когда, вот Евгений пишет за профессиональный подход, покупает наши знания, опыт и время, платит за возможности, которые даем. В общем-то, да. И да, и с другой стороны, нет. Мы должны спросить у него. И может оказаться, что он скажет, вот мы тоже тестировали, проводили. И некоторые говорили, вы знаете, в принципе, мне было просто удобно. Вот ваш офис находится по дороге. Мне было просто удобно к вам зайти. Просто по дороге. Поэтому какие-то вещи мы много иногда додумываем за клиентов, а кто-то говорит, я вообще боялся, там, боялся аферистов, боялся мошенников, а вы показали, что вы давно работаете, я понял, что вы сами можете иметь дело. Поэтому есть очень много вещей, которые... Это нужно спрашивать. Дальше вопрос который я хотел бы вам задать, который, он очень сложный. И вы, пожалуйста, полсекунды подумайте, я пока налью себе чашку чая. Каких клиентов мы не хотим видеть? Очень важный вопрос. Если одну секунду вы подождете, я сейчас налью стакан чая себе и подойду. отлично, отлично. Вот я всегда прописываю, когда мы пишем, кого мы хотим видеть, кого не хотим, по возможности я всегда вписываю. Ну вот я свой вариант. Я свой вариант, да. Я кого посчитал? Клиент всезнайка, который пытается нас научить, который нам не верит, который вот он не отвечает на звонки, на контакты и не перезванивает, да, то есть мы тратим огромное количество времени, не мотивирован, да, 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 да. Там совсем нет денег, ну понятно, что да, 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 да. Вот если есть такая возможность, я всегда в рассылках, в письмах, в видео я всегда пишу. Вот кого мы приглашаем, а кого мы не хотим. То есть если вы там думаете, что мы за 5 минут продадим вашу квартиру там на 20-30% дороже, то вот не стоит вам к нам обращаться. Если есть такая возможность, я это включаю обязательно в текст. То есть это отталкивает людей и человек у себя пусть он увидит лучше. И там если вы думаете, что риэлтор будет там за 2 копейки бегать по всему городу, то во многом случае да. Но мы здесь, видите, здесь отталкивание, оно работает в сильную сторону. Когда мы говорим, работаем со всеми, то в общем-то мы привлекаем всех. И непонятно, как с ними дальше работать. Вот здесь в этой ситуации, ну, составьте для себя, вот рекомендация такая, составьте для себя список клиентов, с кем вы хотите работать, с кем не хотите. И следующий момент, это идеальный клиент. Вот я недавно пересмотрел, очень много пересмотрел в одном бизнесе и во втором бизнесе, кто является идеальным клиентом. И есть над чем подумать. Вот несмотря на то, что в бизнесе я уже не первый год, то вот если вы правильно себе зададите вопрос, кто является моим идеальным клиентом, какие у него есть качества, какие у него за счет он мне платит, почему я. Ну, в общем, очень важный момент, на который я вот рекомендую обратить ваше внимание. Это такое, ну, как домашнее задание или как я не знаю, как правильно это назвать, но это очень важный момент. Без этого, вот, к примеру, иногородние, отлично. Мы работали, у нас одно из направлений было работать с иногородними клиентами, для которых мы делали специальные предложения, которым мы прямо вот показывали боль этого клиента, почему он именно к нам обращается. Следующий момент, на который я хотел обратить внимание, ну, это вот рекомендация, займитесь вот этим вопросом, это очень интересная тема. Полдня можно выделить, чтобы покопаться. Что мы хотим показать клиенту? Мы хотим показать, что мы специалисты, ну, как правило, да, может, что-то еще другое, но можете дописать. Мы профессионалы, мы действуем в интересах клиента и клиенту мы показываем список наших преимуществ. Ну, это, в общем-то, основные списки. Естественно, мы можем что-то показать еще больше, но, как правило, если мы хотим что-то продемонстрировать, наша персональная страничка, наше какое-то видео, наш текст, я всегда подчеркиваю, там, стаж работы, я пытаюсь показать, что мы разбираемся в этом, мы пытаемся поговорить о том, с чем мы помогаем клиенту и чем отличаемся от конкурентов. Но согласитесь, что это три вещи, это самое главное. Ну, это вот он должен увидеть наше преимущество. То есть, если мы ему скажем, что мы профессионал и действуем в твоих интересах, но не перечислим, вот, чем мы отличаемся от других, да, то вот с этим будет сложнее. Но это вот основные три вещи, если слайд там скопируете, сохраните, все. Но, очень важный момент, который очень часто мы недооцениваем, да, очень часто вот искусство самопрезентации, искусство самопродвижения, оно очень часто, ну, вот мы так воспитаны, многие были, что вот считалось это вроде как бы нескромным. Большинство риэлторов и большинство руководителей агентств недвижимости, мы родились в СССР. И вроде как бы там такая логика была, ну, не высовывайся, ну, вот, вроде тебе что больше всех надо, что ты самый умный. И вот это у многих у нас отложилось, что порой мы знаем там на порядок больше, чем средний статистический человек, там, в десятки, в сотни раз, но зачастую мы не можем себя продемонстрировать, сделать хорошую упаковку. Кто с этим согласен, что зачастую мы себя немножко принижаем, ну, на подсознательном где-то уровне, вот можете плюсы поставить, мы заодно и посмотрим. Ну, вот, как-то с детства нам хвастаться, вроде неудобно, вроде стыдно, вроде что-то вот рассказываешь, ну, ты там совсем, ну, логично. И вот я хочу показать пример очень интересный. Да, вот, Оксана, ну, Оксана, замечательно, что вы так настроены. Я просто с этим борюсь и стараюсь себя про клиентам показать, все-таки уровень своих компетенций. Вот эта картина, эта фотография картины в Эрмитаже, картина Рафаэля, Мадонна, вот, если эту картину, ну, это один из шедевров мировых, да, если эту картину повесить, вот, давайте представим себе, я первый раз, когда в Эрмитаже был, и мимо этой картины можно пробежать. Она очень маленькая. Один из таких шедевров, одна из самых ценных, там, работ, один из самых таких же достопримечательностей, она размером 30 на 40 сантиметров. Представьте себе, 30 на 40 сантиметров. Вот маленькая, она такая маленькая. Когда смотришь такие картинки в учебнике, она, кажется, большая, там, в каталоге смотришь. 30 на 40. Давайте посмотрим, вот, каждый из нас является специалистом, является шедевром, да, для клиентов. И вот если, вот если эту картину повесить среди других, вот, она, почему мы ее хорошо видим? Потому что она в отдельном, таком стенде под стеклом, и там вот, ну, не под стеклом, такой, в отдельной рамке, то есть она на очень проходном месте, и около нее всегда много людей, и всегда экскурсовод останавливается, подробно рассказывает. Однако, если эту же картину повесить среди других, повесить в углу, и рядом никого не будет, и рамка скромная, и подписи нет. Как вы думаете, будут люди собираться возле этой картины или нет? У меня такое сомнение, что все-таки они собираться там не будут. Несмотря на то, что в картине ничего не поменялось, ничего не поменялось. Поэтому искусство самопрезентации, искусство самопрезентации, оно очень важно. Мы должны показать клиентам себя экспертом. Вот если мы, как та картина, которая, шедевр мировой, висит в углу, люди не видят, в чем, кстати, еще вот этой очереди, в чем, кстати, сила мероприятий. Я думаю, вы тоже понимаете, да, что когда человек приходит и сидит в зале 20 человек, а когда он приходит на автобусный тур и сидит в автобусе 30 человек, то он понимает, что он не один такой дурак пришел сюда. У него же до последнего момента есть сомнения. Вообще, зачем я туда пошел? Но согласитесь, что человек волнуется, человек опасается, он переживает, что он сделал неправильный выбор. Он сделал неправильный выбор. И мы показываем ему, когда мы делаем вот эти же семинары, презентации, массовые мероприятия, мы видим, что он не один, что он сделал правильный выбор. Есть еще специалисты, есть люди, которые пришли тоже. И когда сидит 20 человек, человек чувствует себя увереннее. Поэтому, если вам что рассказать своим клиентам, о чем вы можете рассказать, это искусство самопрезентации. Естественно, что если человеку надо, если он видит, что стоит очередь, если вы посмотрите, мы делаем всегда на странице, где идет регистрация о обзоре цен. Я человеку говорю, 20 тысяч, ну это надо поменять уже, старое, 20700 человек уже получают обзор. Ты хочешь получить его или ты будешь... В этой ситуации мы показываем, что ты будешь как дурак какой-то. Все люди скачивают, а ты не скачиваешь. А что с тобой случилось? Когда мы делаем распродажу, я пишу, что на распродажу зарегистрировалось 3000 человек. Регистрируйся и ты. Он понимает, что есть какой-то спрос. Хорошо, коллеги, подумайте, что вы можете рассказать своим клиентам такого, что бы выделило вас от остальных. И теперь, подходя к финишу темы, что мы можем дать клиенту, чем мы можем его зацепить, чем мы можем показать ему профессионалам, есть такой вопрос. Вообще клиент до того, как купить квартиру, он около полугода ходит по сайтам. Он собирает информацию, он что-то скачивает, он что-то смотрит, он что-то читает. И от нас зависит, где он прочитает. Он прочитает это у нас или он прочитает это у кого-то другого, у конкурента, где ему скажут, слушай, или в каком-то сайте, где скажут, слушайте, риелторов надо кинуть вот так, 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 так. Вот алгоритм действий, кидайте и никому ничего не платите. Давайте, кто может перечислить, что эти полгода ищет человек. Следующим слайдом я... Ну, мы перечислим некоторые варианты. Что может, что ищет клиент на протяжении вот этих трех-шести месяцев? Вот что зреет? Он еще никуда заявку не подавал. Он еще смотрит, наблюдает за ситуацией. Что он ищет? Приценивается, раз. Он смотрит уровень цен, раз. Информацию о ценах, два. Ищет выгодные предложения, три. Мониторит рынок, да. Риски, четыре, да. Местоположение, анализирует разные районы, динамику цен, ставки по ипотеке, да. Сравнивает до-после, да. Надежность, честность, ну, да. Смотрит, отслеживает отзывы, отзывы о компаниях. Еще что? Если, опять же, подсказка, если он ищет новостройку, что он смотрит? Темпы строительства дома, да. Информацию о застройщике. Что он еще ищет? Читает форумы, да. Надежность компании, ну, отзывы, скидки, да. Отзывы, опять же, да. Оценивает риски, ну, смотрит, оценивает риски, как правило, он оценивает риски, он смотрит, что, скажем так, список ненадежных, ненадежных этих застройщиков, какие-то долгострои. Он смотрит, как динамика строительства дома, он участвует в форумах, собственников ищет. Ну, да, перечислили. Теперь скажите, пожалуйста, а что мы можем дать? Если мы столько назвали плюсов, если мы столько назвали запросов, прошу прощения, то очень легко ответить на вопрос, а что мы можем дать клиенту? И оказывается, что мы можем рассказать ему обзор цен. Мы можем это сделать? Можем. Мы можем ему перечислить список проблемных строек, мы можем ему перечислить каталог надежных застройщиков, мы можем ему сделать фотографии домов до, на разных этапах строительства, информацию о ценах. Да, ну мы отсылаем ежемесячно обзор цен. Что мы можем еще клиенту дать, чтобы он увидел нас профессионалом? Рекомендации о том, как продать квартиру самостоятельно, мы можем человеку дать или нет? В принципе, да. Мы все за вас за это сделаем, но он должен дозреть до этой идеи. Он все-таки при начале приходит, да. По большому счету, да, мы можем сказать им, слушайте, если будут горящие варианты, мы вам предложим их, подпишитесь на наше обновление. В принципе, да. Вот мы уже перечислили, сколько перечислили? Пять штук перечислили? Риски юридические, да, рассылка, как не остаться без квартиры при покупке. Рейтинг агентств недвижимости, рейтинг застройщиков, рейтинг банков. Что еще? Ну, мы перечислили сейчас 10 вариантов, которые можно сделать без проблем. Вот как раз мы с компаниями, если мы работаем, вот развивая ту или иную компанию, в нашей компании мы это внедрили, да. Вот у нас порядка 10 разных точек входа. И люди входят в зависимости от того, что он запросы делает, какие он попадает на ту или иную страничку, ему специальное предложение. А с компаниями, с которыми мы работаем, мы также прописываем вещи, которые вот они могут у себя в компании внедрить. И дальше это уже делается, сбор клиентов идет достаточно просто, если мы знаем, что человек ищет и что мы ему даем. Я покажу просто, что делал. Правда, там страничка старая, сейчас она уже другая, это где-то годовалой давности. Мы предлагаем клиенту скачать обзор цен на квартиры. Что происходит с ценами на квартиры? Как вы думаете, интересно человеку читать это или неинтересно? Да, я думаю, что интересно, да. Интересно, конечно. Дальше, полезное видео. Я, когда мы набирали сотрудников в наше агентство недвижимости, вот если вы внимательно обратите, то, если вы обратите внимание, то вы увидите, что это видео закрыто, вот там, значочек видите в левом нижнем углу, это видео с этим, как его правильно называется, с замочком. Это видео было для риелторов Красноярска, для опытных риелторов Красноярска. Мы подготовили для них серию полезных видео, как работать в кризисных условиях, как риелторам Красноярска работать в новых условиях. С рассказом, там, три видеоурока, минут по, ну, это анонсовое, оно две минуты, там минут по пять, по десять были три видео, в котором мы рассказывали, как работать с клиентами, как работать, почему там, как правильно нужно делать все. Это показало нас с экспертами и в принципе в конце каждого видео я приглашал людей к сотрудничеству с нашей компанией, я приглашал людей прийти к нам на работу, я приглашал людей сотрудничать с нами по продаже новостроек, потому что у нас заключены договора с большинством компаний и в принципе если у него ограничено количество строительных площадок, с кем он не работает, он может работать с нами. Люди очень неплохо скачивали, очень неплохо были неплохие результаты. Дальше, на нашем сайте риелтор на миллион, который я на всякий случай ссылку еще сброшу, если кто вдруг по какой-то причине с нами еще не знаком, то по этому, там скачивается книжка продающая отзывы. Мы написали книгу, мы издали эту книгу, там пару тысяч экземпляров сделали, в которой написали как правильно собирать отзывы у клиентов, как правильно их использовать, как правильно работать. Это книга, то есть это работает во всех направлениях, это работает как с клиентами, вот я вам показывал для покупателей, я показывал для риелторов, для набора риелторов, я показал вам вот сейчас бесплатную книгу. Последнее из последнего, что мы сделали, это сделали видео о том, как делать посадочные страницы. Допустим, как сделать посадочную страницу. Вот, кстати, у этой посадочной страницы была конверсия более 50%. Как сделать посадочную страницу, чтобы собирать контакты клиентов. Вот есть и риелторы очень, кстати, хочу сказать, очень активно регистрировались, очень активно скачивались. Что происходит дальше? То есть, дальше происходит, ну, смотрите, помните, если открутить назад комментарии, которые были написаны, то многие написали, что это спам, что это люди не будут давать почту, люди не будут давать какие-то свои контакты. Однако, я хотел спросить, если вы увидели вот такую страничку, где вам предлагается скачать 3 полезных видео о том, как создать посадочную страницу для привлечения клиентов, скажите, пожалуйста, вот кто перешел бы и зарегистрировался, и бы скачал эти видео, вот просто, какая была бы конверсия. Вы просто напишите плюсик, если бы вы зарегистрировались. Плюсик, плюсик, плюсик. Ну, Оксана, я знаю, вы зарегистрировались, я некоторые знаю. Да, вот, в общем-то, и все. Вот ответ. И десятки людей написали плюсик. Поэтому здесь очень важно, понимаете, здесь очень важно вот открутить назад и посмотреть, сейчас, одну секундочку, что ищет наш клиент, вот что он ищет, вот что он ищет. Интересует эта тема человека или не интересует? Возможно, я бы рассказал вам, как, ну, я не знаю, как заводить автомобиль зимой. Возможно, кого-то интересует, а возможно, не интересует. Но так как у нас здесь собрались риэлторы, то, скорее всего, я подозреваю, что эта тема очень интересная. Это тема, которая вас, скорее всего, заинтересует. Поэтому, что делаем дальше? Ну, соответственно, раз мы, вот я на предыдущий слайд посмотрю, скачайте 3 полезных видео, да. Соответственно, человек получает 3 письма, с которыми мы рассказываем. Человек может увидеть меня в качестве эксперта. Он понимает, разбираюсь я в теме или не разбираюсь. Вот есть люди, которые меня не знают. Вот я не могу продать им свою услугу, что риэлтор, либо как бизнес-консультант, я не могу им продать услугу, пока я не покажу себя профессионалом. Вот эти материалы, они позволяют показать себя профессионалом. К риэлтору обращаются так же. Клиент не готов вам заплатить сразу 100 тысяч рублей, непонятно за что. Непонятно за что. И в этой ситуации что получается? Получается, что мы даем систематические касания. Дальше человек подписался, он получает от меня несколько писем. Дальше мы приглашаем его на семинар. Дальше мы приглашаем его на вебинар. Мы приглашаем на какую-то встречу. Мы приглашаем человека на тренинг. И так незаметно человек раз-раз-раз-раз-раз, он уже с нами работает. И в общем-то здесь нет никакого насилия. Хочешь, приходи, не хочешь, да в общем-то нет проблем никаких. Здесь нет какого-то надоедания еще. И здесь систематические касания, и здесь скорее даже не дятел-символ, а это подогрев клиентской базы. Вот подогрев базы. Мы растапливаем лед недоверия. Потому что я думаю, что половина участников, сегодня 180 человек сидит, половина участников меня видят в первый раз. И вот в первый раз, и очень сложно, вот если вы никогда не видели, и вот вам приходит письмо от человека, слушай, приходи туда, сделай то-то, то-то, и вообще я такой профессионал. Это не получится. Поэтому здесь нужно отношения выстраиваться поэтапно. Подогрев базы, да, какой-то встреча, да, какой-то семинар, да, вот сейчас будет Конгресс Российской гильдии риелторов. Да, там тоже провожу несколько презентаций. Вот несколько раз с человеком встречаемся, потом люди подходят, говорят, да, мы видели вас на Ютубе, мы были на вашем вебинаре, мы там скачали видео, мы получили то-то, то-то, мы получили от вас письма. Да, вот мы, все, это идет выстраивание отношений. Поэтому я хотел показать просто этим, что очень схожий, вот проект, которым мы занимаемся, вот риелтор на миллион, он очень схожий с риелторским бизнесом. Меня люди не видят первый раз, то есть я не стою где-то на улице, да, какие-то услуги предлагаю людям. Услуга, опять же, что риелторская услуга, что услуга бизнес-консультанта, она очень неочевидна. Человек может сказать, вы знаете, я сам все могу сделать. Руководитель компании может сказать, да, вы знаете, я могу сам все поднять продажи, я могу сам сделать страничку, я могу сам все сделать, я сам семинар организую, в чем проблема-то. И стоимость. Риелторская услуга – это ощутимая стоимость в бюджете любого клиента. Ощутимая. За деньги, которые платят риелтору, человек может съездить куда-нибудь в отпуск, отдохнуть. Поэтому и услуга, да, как бизнес-консультанта, она тоже, я не могу сказать, что там ни 100, ни 200 рублей стоит. Поэтому здесь очень много. Поэтому что мы делаем? Вот в рамках нашего проекта, вот Кром, да, где агентство недвижимости, вот мы делаем серии видео, мы делаем приглашения, мы делаем, вот я записал серию, сейчас будем, планируем догнать до числа, до отметки в 100. Но советы продавцам квартиры, советы покупателям квартиры, советы о сделках с недвижимостью, советы там, как продать квартиру, как подготовить квартиру к продаже, как правильно торговаться на объекте, как правильно, почему мошенники действуют на рынке недвижимости, как избежать встречи с этими. А это видео от 2 до 10 минут, вот мы делаем серию. Люди, в принципе, неплохо их смотрят. Растапливается лед отношений, и мы получаем заявки. Мы получаем заявки по этим контактам. То же самое у нас происходит и с каналом Риэлтор на миллион. Есть видео, есть, кстати, хочу сказать, видео одно, которое рекордные показатели, у него 23 тысячи просмотров. Причем я ничего не накручивал. 23 тысячи просмотров видео, есть одно из видео, которое я смотрю. Его каждый день смотрят под несколько десятков человек, там месяц больше тысячи просмотров у этого видео. Поэтому это все хорошо работает. Это вот этот лед растапливается постепенно. Коллеги, вы смотрели фрагмент вебинара, как риэлторам и агентство недвижимости увеличить продажи во время затишия на рынке. Полную версию скачайте на странице, которая указана, ссылка на которую указана под этим видео. Переходите по ссылке, укажите адрес электронной почты, и полная версия этого вебинара будет отправлена вам буквально через несколько минут. Я предлагаю еще одно предложение. Я предлагаю вам записаться на бесплатную 15-минутную консультацию по увеличению продаж вашей компании. Это действует предложение только для руководителя агентства недвижимости. Запишитесь на консультацию, мы с вами познакомимся. И я дам три рекомендации, которые помогут вам увеличить продажи, увеличить количество клиентов, повысить конверсию. На этой консультации нет никаких продаж, 15 минут мы только знакомимся с вами, вы рассказываете, как у вас идут дела, из какого вы города, чем вы занимаетесь, и взамен я даю вам ценную полезную информацию. Ну и кроме этого, в завершении, для самых серьезных игроков рынка недвижимости, для тех, кто рассчитывает стать лидером в своем регионе, лидером в своем сегменте, хочу анонсировать программу, которая называется «Парарыв в продажах». Эта программа, это годовая программа персонального сопровождения, позволяет компании, участнику стать одним из лидеров рынка за счет подхода, системного подхода к привлечению клиентов, подогрева клиентской базы, монетизации клиентской базы и рекрутингу. Под этим видео находится ссылка для того, чтобы записаться на собеседование, потому что в одном городе мы работаем только с одной компанией, вполне возможно ваш город пока еще не занят, и возможно мы начнем сотрудничество, поэтому запишитесь на собеседование, и наш администратор свяжется с вами, ну значит удобное время. С вами был Максим Амельничук, до встречи!